Идеологический семинар собрал активистов трудовых коллективов, предприятий и организаций города. В фойе Бобруйска-Громаша прошла выставка-презентация, где можно было наглядно ознакомиться с той большой работой, которая проводится на местах в самых разных направлениях. Это функционирование общественных формирований, физкультурно-оздоровительные, культурные мероприятия, обеспечение общественного порядка, создание благоприятной рабочей среды. Коллектив у нас очень сплоченный, у нас очень активная молодежь, коллектив в целом. Мы участвуем в различных мероприятиях, которых проводит город, также внутриполиклинические мероприятия. И наша вообще цель направлена на формирование здорового образа жизни, а также активное участие в общественной жизни города в целом. Среди приглашенных гостей – идеологи Могилевского областполкома. На пленэре было отмечено, что в Бобруйске работа в трудовых коллективах ведется на должном уровне, начиная от молодежи и заканчивая ветеранами производства. Все направлено на формирование и укрепление корпоративного духа, что в свою очередь эффективно сказывается на рабочем процессе. В идеологической работе нет вообще мелочей, на которые не стоит обращать внимания, потому что это прежде всего работа с трудовым коллективом, с его работниками. От этого зависит и настроение, и их отношение к работе, и их быт, и так далее. В нашей работе важно выслушать человека, важно помочь его инициативам, важно организовать не только производственный процесс, но и процесс быта и отдыха работника. Местом проведения семинара «Бобруйско-громаш» был выбран не случайно. Сегодня это крупнейший производитель сельхозтехники на просторах СНГ, продукция которого поставляется в более чем 50 стран мира. Высокие результаты во многом следствие качественной идеологической работы. Все эти мероприятия, проводимые на «Бобруйско-громаше», в целом способствуют сплочению коллектива, достижению определенного результата, и все мы работаем как одна команда. В рамках мероприятия были подведены итоги городских конкурсов и награждены председатели общественных объединений, которые активно участвуют в жизни города. Благодарность вручена и холдингу «Бобруйское житё» за лучшее освещение новогодней тематики на страницах газеты и в телевизионном эфире. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.